Это итоговый выпуск в студии Анастасия Драган. Самые важные события за неделю. И подводя итоги недели, начнем с самого главного события. Во вторник губернатор впервые отвечал на вопросы жителей региона в рамках прямой линии. По словам Виктора Томенко, это возможность услышать и взять в работу как можно больше вопросов, решить как можно больше проблем населения региона. Люди адресовали губернатору почти 4,5 тысячи вопросов и ни один не останется без ответа. В целом неделя у главы региона выдалась насыщенной. Обо всем в материале Татьяны Голубевой. Два с половиной часа прямого эфира буквально пролетели. Вопросов много и все актуальные. Одни из самых злободневных – вакцинация введения QR-кодов. Привитых в крае стало больше, но у тех, кто против или все еще размышляет, миллион человек. Сегрегацией и нарушением Конституции называют многие жители края QR-кодирование. Но мера вынужденная утверждают в правительстве и надеются, что к весне сформируются коллективные иммунитеты и умирающих от ковид станет меньше. Пока статистика все еще пугающая. Решая задачи более важного, более сложного, серьезного порядка, связанные и со здоровьем, и с жизнью, многих-многих людей приходится идти на эти меры. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их, конечно, отменять. Это ненормально. Ничего приятного в принятии такого рода решений нет. Одна из острых тем, поднятых жителями в рамках прямой линии – отсутствие регулярного транспортного сообщения между селами. Заринский, Рубцовский, Первомайский районы проблема касается тысяч жителей. К тому же, по их словам, состояние автобусов оставляет желать лучшего. Пошли мы на то, что специально статью в бюджете краевом запланировали. В этом году 500 миллионов рублей выделили на эти цели. Почти 200 единиц, там, 193 единицы пассажирского автотранспорта приобрели. Губернатор заверил, ни один вопрос, заданный в рамках прямой линии, не останется без ответа. Все разойдутся по ведомствам и муниципалитетам. А что касается бюджета, то накануне, после доработки, краевые депутаты его приняли. Надо сказать, ко второму чтению было учтено 90% поправок от разных фракций. Подросли и доходные, и расходные его части. Последняя более чем на 10 миллиардов. Весомая часть средств будет направлена на решение проблем социальной сферы. Хотел бы выразить искреннюю благодарность за ту работу, которая была проведена на все здания разработки и обсуждения нашего финансового главного документа. Подтвержу еще раз нашу готовность и настроенность относиться к нему как к инструменту, с помощью которого мы решаем с вами все острые текущие перспективные вопросы и проблемы. В течение года возможной корректировки главного финансового документа, отметил губернатор, возможно появятся дополнительные доходы. Хотя в условиях пандемии прогнозировать что-то довольно сложно, но можно. К примеру, уже известно, что на новом предприятии, которое будет построено в Благовещенском районе, появится 350 рабочих мест. Соглашение о реализации проекта строительства маслоэкстракционного завода было подписано на этой неделе в правительстве края. Партнер группа Сигма Холдинг. Ее руководитель отметил, что партнерство не случайно, ведь Алтайский край занимает лидирующие позиции в России в агропромышленном секторе. Общая сумма инвестиций планируется порядка 15 миллиардов рублей. Переработка полторы тысячи тонн подсолнечника в сутки. Завод будет способен перерабатывать и рапс, и лен. То есть это такой завод, который перерабатывает любое масличное сырье, наверное, кроме оливок. Я думаю, что те базовые показатели реализации проекта, которые мы сегодня обсуждаем, которые мы сегодня фиксируем как план, они очень серьезно улучшают показатели социально-экономического развития и этой части Алтайского края. И в целом влияют, конечно, на общие показатели нашей экономики и социальной сферы. Отметим, что еще один масштабный проект сейчас реализуется в Заринском районе. При поддержке правительства края на средства крупной компании строят современный молочный комплекс. Модернизацию дорожной сети там профинансируют власти региона. Ну и резюмируя итоги недели, можно сказать, что для правительства и губернатора она была особенно продуктивная. Общаться с жителями в рамках прямой линии Виктору Томенко понравилось. Поэтому, скорее всего, прямая линия состоится и в следующем году. Татьяна Голубева, День с толком. Традиция проводить прямую линию для общения с жителями актуальна не только для президента и губернатора. Даже раньше краевой власти к ней присоединилась муниципальная. Так, например, глава Бурлинского района Сергей Давыденко начал проводить трансляции на Ютубе. Статистика пока что далека от показателей более высокопоставленных чиновников. В прошлогодний эфир собрал 309 просмотров. Но останавливаться на этом руководитель не собирается. В планах переход в Инстаграм и ежемесячное общение с населением. Причиной перехода в онлайн стали ковидные ограничения, из-за которых исчезла возможность проводить собрания. Больше всего, по словам главы, жителей района волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ценообразования, здравоохранения, дорожного хозяйства и благоустройства. Один из примеров взаимодействия после прямой линии – прокладка водопропускной трубы возле дома инвалида-колясочника. Этот вопрос мы порешали, уехав на место, договорились где. Он сам поучаствовал в этом процессе, подъехал, показал, где, чего и как. Значит, мы решили в рабочем порядке привезли трубу. Значит, организация, в общем-то, провела все работы, необходимые для того, чтобы ее установить. И вот вопрос, который не решался, сколько лет был решен. В Алтайском крае начали обсуждать законопроект о QR-кодах, внесенных в Госдуму. Первая дискуссия уже состоялась. Общественники, депутаты разных уровней, предприниматели собрались за круглым столом в общественной палате региона. Обычных жителей там не было. И считая, что их мнение не учитывают, люди записывают обращение к тем же депутатам и даже президенту отменить QR-коды. По всем регионам Российской Федерации вводятся незаконные ограничительные меры. Алтайский край в этом плане не исключение. Нарушаются основополагающие как международные, так и российские нормативно-правовые акты. Ни в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации не предусмотрено обязательное наличие у человека сертификата вакцинации, мультипаса или QR-кода для реализации его прав и свобод. Кто-то говорит о том, что данный законопроект антиконституционный. Ну, во-первых, нет. Часть третья статьи 55 Конституции Российской Федерации говорит о том, что ограничительные меры могут вводиться на основании федерального закона. В случае, если есть угроза жизни здоровью, ценностям, соответственно, у нас конституционному строю, безопасности нашего государства. И у нас есть решение Конституционного суда, которое указывает, что главное, чтобы эти ограничительные мероприятия были соразмерны и рациональны. Вот основной вопрос здесь соразмерности и рациональности. Есть ли препятствия реализации прав граждан? Мы сегодня встречались с Роспотребнадзором и слышали их позицию. Они призывают поддержать, потому что они четко говорят, мы все возможности для того, чтобы удовлетворять первичные потребности, сохранили. Да, есть ограничения в торговых центрах, есть ограничения для общепита, и мы тоже выступаем с вопросом, потому что бизнес теряет. Но продуктовые магазины, аптеки, все сохраняется. Поэтому в этой части мы, конечно же, хотел бы подчеркнуть, что это абсолютно конституционно. Если кто-то ссылается на другой опыт, у нас Европейский суд по правам человека одобрил и введение локдаунов общенациональных, и QR-кодирование, ну и по поводу международного опыта. Поэтому в этой части мы должны не спекулировать на этой теме, а четко обсудить ее, внести свои предложения. Сейчас закон о QR-кодах направлен в муниципалитеты, органы местного самоуправления готовят свои предложения, их планируется рассмотреть 3 декабря. А вообще данный законопроект будет рассматриваться опросным способом, регламентом АКЗС это допускается. День тоже известен, это 10 декабря. Опросные голосования, опросные листы у нас есть, которые направляются депутатам, они выражают свое мнение. Не на сессии Краевого парламента, потому что проект поступил к нам поздно, за рамками пределов рассмотрения и формирования повестки. Соответственно, мы единогласно приняли решение Советом фракции, всеми фракциями о том, что голосование будет опросное. Я почему на этом делаю акцент? Просто на сегодняшний день некоторые пытаются просто на этой теме получить дополнительные политические очки, а не конструктивно обсуждать. И даже несмотря на то, что мы голосовали единогласно на Совете фракции, мы ожидаем, что будут внесены поправки, чтобы без обсуждения данного законопроекта его рассмотреть на сессии. Мы не приемлем этот подход, мы считаем, что должны услышать все стороны. И те, кто за введение таких ограничительных мер, и те, кто, как говорится, против введения этих ограничительных мер. Мы получаем сегодня обращения граждан, мы их фиксируем. У нас специальная площадка создана, партия.онлайн.куар, специальная почта ВКЗ сформирована, в которую можно направить свои предложения, мы их обработаем. Вот именно за такой подход, конструктивный, мы сейчас и выступаем. Что касается наших предложений, которые мы можем уже сформулировать и которые мы получаем. Но первое, это то, чтобы у нас система была заточена не на паспорт гражданина, а все-таки у нас на госуслугах есть система идентификации, которая позволяет установить личность. Она авторизуется, может быть, фото QR-коду тоже сделать и проблем не будет у граждан. Соответственно, дополнительное предложение, уровень оттител, чтобы учитывался при QR-кодировании. Но это мое видение, а, например, здравоохранение говорит о том, что надо еще установить какое-то 300 бауна миллилитров, 400, 500, 150. Это должны ответить ученые. Это сложный вопрос. И это не единственный фактор уровня оттител, который влияет на заболеваемость. Соответственно, далее мы говорим, конечно же, что должны быть четко установлены сроки QR-кодирования, возможно, в законе. Ну или, по крайней мере, нам их должны озвучить для рассмотрения. Поэтому вот такие самые первые предложения, которые изучат иррациональные жители, мы уже сейчас обсуждаем. И тем не менее, разделение общества по теме QR-кодов с каждым месяцем становится все отчетливее. Люди, принимающие ту или иную сторону, либо стараются вообще не говорить на эту тему, либо разговоры превращаются в ожесточенные споры. К чему это может привести, что сейчас происходит с обществом и почему люди сравнивают происходящее с фашизмом? Моя коллега София Яценко поговорила об этом с политологом Константином Лукиным и социологом Виктором Нагайцевым. После того, как в некоторых учреждениях вход стал только по QR-кодам, люди разделились на два лагеря, так скажем. Кто-то за, кто-то всячески против. Вот что сейчас происходит с обществом? В принципе, отношение к пандемии раскололо общество пополам, отношение к вакцинации раскололо общество пополам. Но вот введение QR-кодов стало такой вот последней каплей, от которой начало выражаться протесты. Дело в том, что люди в этом увидели посягательство на свои свободы, что, в принципе, накладывается на большую ситуацию недоверия к власти. И вот это поэтому выливается в большой протест. Другая сторона, которая говорит о том, что без того, чтобы разорвать цепочки заражений, лишь бы не закрыли все, как в Китае вакданную вводят, они со своей стороны тоже занимают зачастую крайне правые позиции. И поэтому здесь общество действительно раскалывается по таким вещам. При этом, как правило, все-таки у обоих сторон отключается некая обратика, отключаются чувства, да, и дальше уже в ход идут одни эмоции. Отсюда мы видим большое количество вирусного, зачастую фейкового контактного сети, который активно пересылается, да. Люди начинают, опять же, у нас контент в сети еще устроен таким образом, что если ты что-то лайкаешь, тебе показывают только такое же, да, и тебе кажется, вау, а вокруг все такие же, как и я, да, и, соответственно, общество перестает, во-первых, критично относиться к любой информации, да, во-вторых, в принципе, слушать друг друга, слышать друг друга, да, вот понимать, там, доводы за, против, или там уж тем более включаться, а почему именно так? Ведь на самом деле разные пути существуют, да, вот опять же, если мы возьмем Китай, да, где вот просто ограничивают, есть вспышка заражения в городе, да, там ограничивают даже выход из домов и перемещение там внутри вот этих больших там районов, да, при этом закрываются вообще все заведения, и при этом они, ну, таким образом, там рвут контакты распространения и оккупируют вспышку, да, и есть вот Европа пошла по пути, вот мы повторяем, да, это вот ограничение тех вещей, которые, без которых можно обойтись, понятно, все понимают, что там не только торговые центры, торговые центры не это основной источник, да, но опять же, введение QR-кодов, это скорее все-таки некий стимул заставить людей делать вакцинацию, то есть понятно, это сам QR-код, он не, ну, это не борьба там с коронавирусом, но это вот некий стимул с тем, чтобы вообще снизить давление на медицинские организации в первую очередь, но при этом люди, которые привыкли вот жить из серии, я вот привык гулять по торговым центрам, и для меня торговый центр это вообще там моя жизнь, без которой я себя не мыслю, да, или там, а как же там шоппинг, а как же там посиделки в кафе, при том, что опять же, в отличие от пенсионной реформы, это затрагивает наиболее молодую, продвинутую и активную часть, отсюда мы вот эти вот большое количество всплесков и наблюдаем. Стоит ли в ближайшее время ждать чего-то громкого, резонансного? Тестируется, что лучше на случай следующей волны, если она будет такой же тяжелой. И поэтому любые решения, они будут приниматься где-то там в феврале, да, и вот, собственно говоря, на весну. И сейчас вот у Влазьки есть вот эти вот там 3-4 месяца, когда можно отработать, собрать, сделать рекомендации, ввести все-таки там в Госдуму этот, в принципе, закон о QR-кодах, да, что если, ну, как бы принятие данного закона снимет, например, там много вопросов. То, что сейчас общество разделено из QR-кодов, может ли это влиять на принятие каких-то решений властей? Нет, в данном случае логика Влазьки все равно, ну, как бы другая. У них другие, у них есть понятные, внятные задачи, понятные KPI, которых с них требуют, в том числе, ну, вот региональных, из региональных властей там центр требует, да, федеральные структуры там, соответственно, федеральные подчиняются. Поэтому они принимают решения, исходя вот, ну, из того, какая ситуация складывается. Плюс все равно, все равно смотрят на вот опыт регионов. В обычном-то режиме мы спокойно любое какое-то новшество, сначала вводим эксперименты на отдельных территориях, да, смотрим, где там, это занимает просто большое время, с тем, чтобы действительно потом там на всю федерацию что-то принимать, да. А в ситуации, когда у тебя горит, да, ну, вот есть удачные ходы, есть неудачные ходы, там, есть что-то, что-то отказываются, не отказываются, и, ну, вот этой серии наберется статистика, наберется там вот эти лучшие практики, решения, и только тогда это единственное, что нельзя упускать, это вот все-таки объяснять обществу, вовлекать обществом обсуждение. Потому что при том же режиме вот чрезвычайной готовности, да, к которому подчиняются указы губернаторов по России, они же про это говорят, да, то есть это еще не ЧАЭС, но уже режим повышенной готовности перед ЧАЭС. И, соответственно, власть там получает более широкие права именно в плане ограничения прав свободы граждан. Здесь надо просто было больше власти тратить на вот разъяснение. Еще есть точка зрения, что за все это имя широкий QR-кодов сейчас вводится закон о губернаторах. Вот что вы об этом думаете? Это не имеет отношения к QR-кодам совсем никакого. Это вот опять же, вообще-то продолжение реформы государственной системы, которая началась с мнения Конституции. Ведь на самом деле это там и власть, в том числе, свела обсуждение поправок Конституции к тезису «за Путина ты или против Путина». На самом деле Конституцию меняли в первую очередь из-за вот базовых перенастроек государственной власти, кто кому подчиняется, кто кому, там, тот же Госсовет ввели как орган, которого раньше не было. И, соответственно, происходит перераспределение разных полномочий. И вот дальнейшие законы, это шлифовка Конституции, то есть Конституция у нас основной закон, все остальные подзаконные федеральные законы, подзаконные акты должны как бы соответствовать. И вот сейчас приводится в соответствие. Такая работа будет вестись, ну, еще, наверное, в ближайшие два года, на самом деле. И вот этот, так называемый закон о публичной власти, это там, где, опять же, сводят, там, только обновление сроков губернаторов, да, хотя на самом деле там есть достаточно более интересные вещи, которые прописывают и меняют там структуру взаимодействия. Но, тем не менее, как было здесь, в данном случае, конечно, это началось до ковида, и к ковиду отношения не имеет. — Звучат такие слова, как сегрегация, фашизм, люди начали сравнивать это со Второй мировой войной. Вот при чем здесь фашизм? Почему такая реакция на Киркоды? — Это же перешло давно уже в эмоциональную сферу, да, и поэтому противники друг против друга подбирают те эпитеты, которыми можно награждать, чтобы было понятно. Да, и отсюда все-таки Вторая мировая и Великой Отечественной войны оставили достаточно большой след, да, и эта вот апелляция к такому прошлому, да, это вот скорее эмоциональное подчеркивание там своей правоты ничего больше. То есть в данном случае, если бы, опять же, логически задумывались над понятиями, да, это вещи несопоставимого характера. Здесь бы скорее разные там вот эти вот идеи про там корпоративный мир или там войну корпораций с государствами подошло бы намного ближе, но это же надо как бы смотреть, думать, читать, да, а чем у нас большая часть все-таки, ну, как бы, ну, это не только в России, это в мире, да, вот критическое мышление само по себе, особенно вот в эпоху развития соцсетей, которые дают клиповое осознание, да, но, как правило, ну, вот в меньшей степени. Что сейчас может изменить настроение в обществе? Это безоговорочное введение QR-кодов или же отмена? На данный момент нет какого-то четкого сценария, как правильно, да. Вот даже введение там QR-кодов на транспорте, например, мы видим Татарстан, да, и видим Камчатку. По разным сценариям пошло, да. У нас регионы по-разному, везде по-разному относятся. В любом случае, не хватает больше какой-то информации с тем, чтобы, ну, часть общества принимать, большая часть общества начала принимать. Да, вот не хватает ужасов рассказов, не хватает, ну, вот, понятно, что всегда должен быть воткнутый пряник. Это, в принципе, вот как разделяй властвую, так и кнутый пряник. Это те вещи, которыми ты, в принципе, можешь управлять людьми, да. При том, что, помним, да, о том, что государство, главный прегатив государства – это насилие, да. То государство в законе насилия стоит, да, оно вправе применять его. При этом слишком малое информационное сопровождение. Отсутствие объяснений, включения в эти объяснения, да. Мы видим периодически какие-то маленькие информационные компании, которые там, вот, месяц покрутили тему и забыли, да. Вот вспоминаем, как весной, например, там рассказывали про героизм медиков, вот эта вот куча баннеров, да, социальные рекламы, так продолжать надо. Надо же вот необходимо, при этом необходимо тут, ну, вот, показывать разные вещи, да. Переходить тоже на те же, вызывать эмоции и чувства, да, но, которые бы объясняли. Мы по социологии наблюдаем довольно странное явление, когда ограничение свободы слова в России, ограничение права на собрания, митинги, демонстрации, пикеты людьми воспринимается спокойно, а вот введение QR-кодов вызывает очень сильное недовольство. Дело в том, что у этих противников кодов больше социальная база. Здесь не только противники власти, недовольные действиями властей, неверящие информации, здесь и те, кто доверяет информации и поддерживает власть. Потому что, посмотрите, что нам показывают по центральным каналам сейчас. Сплошная теория заговора, что ковид создан искусственно, что ковид – это биологическое оружие. Этому верят, это не хотят прививаться. Поэтому здесь большое количество тех, кто оказался в стане антиваксеров. Но здесь нужны административные меры, что государство пытается делать, там разными способами на работе, по профессиям. И социальные меры, и материальные меры поддержки тех, кто вакцинируется. Тема угля стала еще одной ключевой для уходящей недели и будет актуальной и дальше. Неожиданно край остался без топлива. В Локтевском районе попросту нет угля. Благодаря постам в соцсетях и журналистским материалам, власти заговорили о проблеме в этом муниципалитете. Ранее в списках, где уголь заканчивается, были Хабарский, Каменский и Третьяковский районы. Общественники обратились в Краевую прокуратуру с просьбой провести проверку дефицита топлива и резкого увеличения цены на него. В ситуации разбиралась Валентина Аскерова. Алтайский край. Как минимум 40% жителей региона проживают в деревнях и селах. А это значит, что уголь для таких людей, как хлеб, продукт первой необходимости. Без него 80% сельских жителей просто замерзнут в своих домах. К слову, мерзнуть уже начали. С октября месяца возник острый дефицит твердого топлива. Причина пояснил министр ЖКХ Евангелев большой экспортный спрос кузбасского угля, нашего главного поставщика. Поэтому власти вели переговоры с соседом. Месяц спустя это дало плоды. Уголь есть, в принципе, по всей территории края. Иногда бывают где-то перерывы незначительные. Есть где-то, может быть, очереди по записи записаны. Но, в принципе, где-то отсутствие угля в настоящий момент и невозможности человеку купить уголь себе в домохозяйстве, таких проблем на территории края нет. За исключением, к сожалению, на родного района – это Локтевский район. О замерзающих жителях Локтевского района мы рассказываем не одну неделю. Так, жительница поселка Масальский Наталья неоднократно обращалась в районную администрацию с просьбой наладить поставки. В ее доме уголь закончился около месяца назад. Уголь у нас вот здесь хранится. Угля совершенно нет. Угля нет, топить нечем. Все, что было, уже все вымели. Вот крошечки остались. Галина Петровна сказала, по телефону никаких комментариев не будет. А почему? Это уже не ко мне. Ну, то есть люди так и будут замерзать, правильно? Это не ко мне. Я не в курсе. Но вы же тоже там живете. У вас есть уголь? Да, у меня есть уголь. Но спустя четыре дня Галина Петровна все-таки прокомментировала ситуацию в районе по видеосвязи. Правда, алтайскому министру ЖКХ. Двумя предпринимателями, которые торгуют для населения нашего района, они прекратили поставки из-за отсутствия подвижного состава. Значит, пока идет только уголь, но в очень маленьких количествах. Мы выдаем остро нуждающихся категории граждан по одной тонне. На сегодняшний день вывезли 77 домохозяйств, 98 тонн вывезли. Такого объема хватит всего на неделю тепла. Некоторые отказались от такой подачки. Тем более, тонну угля людям предлагают за 5,5 тысяч рублей, так как никто не отменял доставку. Кстати, половину от стоимости доставки край компенсирует. Правда, лишь ветеранам труда, труженикам тыла, да жертвам политических репрессий. 50% за доставку. Мы все на это обращаем внимание, что она тоже подорожала. Соответственно, в бюджете края на эти цели предусмотрено. И мы, независимо от того, сколько стоит доставка гражданину льготной категории, 50% соответственно оплачиваем. Субсидии на ЖГХ, в том числе и на твердое топливо, которое подорожало за последние 4 месяца в два раза, предоставят и гражданам с низкими доходами. На эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей, добавила Наталья Оськина. Для этого нужно обратиться в судзащиту по месту жительства. А что касается в целом уторожания угля, то здесь глава Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк просит алтайского прокурора провести проверку. Не превышен ли индекс платы граждан в соответствии с 400-м постановлением правительства? Потому что индекс платы граждан, например, по Славгороду был всего 6,1, это уже по указу губернатора, и превышения его не должно быть. А дальше, соответственно, коррекции и компенсации должны быть за счет краевого бюджета. Ну и, наверное, надо рассматривать вариант федерального бюджета. Потому что если в целом посчитать, то это будет колоссальная сумма, ну, вот по мнению экспертов, с 9 нулями это точно. Войтюк также добавляет, что проблему дефицита топлива в дальнейшем можно решить лишь на федеральном уровне. Нужно сквозное регулирование, то есть регулирование цены на уровне производителя угля, то есть регулирование транспортных тарифов, да, чтобы они, ну, где-то субсидировались, может быть, как вот по бензину принимается решение на уровне производителя. Ну и плюс, наверное, меры, связанные с оперативным введением таможенных пошлин повышенных, да, как это сделано, например, сейчас в Казахстане, где такая же ситуация складывалась, и определенные схемы квотирования, то есть когда на внутренний рынок обязаны отгружать определенные объемы определенных партий. Таможенная пошлина поможет ливеную долю топлива оставлять внутри страны, а не экспортировать за рубеж. Но эксперты все-таки рекомендуют муниципалитетам, даже когда наладятся поставки, готовить сани летом, запасаться черным золотом до старта отопительного сезона. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле все чаще случаются ДТП с участием взрослых и детей. В некоторых случаях ЧП заканчивается смертью. И часто место аварии – пешеходные переходы, особенно нерегулируемые, где меньше всего ожидаешь наезда. В последнее время после таких трагедий жители нередко обращаются к властям с просьбой навести порядок в дорожном движении и повысить безопасность. Такая работа со стороны администрации действительно ведется, но людей слышат не всегда. Дмитрий Дроздов продолжит. Перекрестки Барнаула станут безопаснее. Необнадеживающая фраза, о которой мы слышим все чаще, но статистика ДТП меньше не становится. 11 ноября. 13-летняя девочка переходит нерегулируемый перекресток Шумакова-Северный-Власихинский. По пешеходному переходу, когда ее сбивает маршрутка. Ребенок моментально погибает под колесами автомобиля. Знакомые говорят, она хорошо училась в школе, занималась спортом, подавала большие надежды в хоккей на траве. Дети идут из квартала в квартал. Везде здесь нужны светофоры. Может быть, не столько пешеходников здесь нужно много, но они должны быть все освещаемые, должны быть все регулируемые. И тогда мы будем спокойны, отправляя детей в школу. Будем уверены, что ребенок придет домой. Выявлены определенные недостатки при содержании уличной дорожной сети. Установлено, что на момент ДТП на перекрестке отсутствовали знаки «пешеходный переход». Выявлены недостатки, выразившиеся в отсутствии продольной разметки по улице Шумакова в границах улиц Балтийская и Власихинская. Родители, чьи дети каждый день этой же дорогой ходят в школу, забили тревогу. Они создали петицию об установке здесь светофора. Сейчас известно, что перекресток станет регулируемым. В мэрии пояснили, что с начала этого года специалисты анализируют дороги Барнаула, чтобы выявить опасные участки. И продолжат эту же работу и в следующем году. Сейчас на комиссии будет утверждаться как раз по 12 уже месяцам по результатам анализа аварийности новые объекты, новые участки, где необходимы материнцы светофор, где необходимы также искусственно-дорожные неровности, где-то освещенность улучшать. Поэтому на следующий год эта работа еще предстоит. За моей спиной еще один трагичный перекресток, который находится на улице Кутузова. Здесь в 2019 году водитель маршрутки насмерть сбил 9-летнего мальчика. Мы сейчас не будем обсуждать, что ребенок переход переезжал. Обзору водителя ничего не мешало, но к переходу он буквально летел. Через три дня начаться должны быть летние каникулы, а через месяц 10 лет будет ему исполниться. Первый юбилей. Он рос очень любознательным, очень добрым ребенком, очень желанным для всей нашей семьи. Водитель оборвал его жизнь и перечеркнул жизнь нашей семьи. Многих удивит и судебное разбирательство. Водителю дали внимание три года поселения. Однако на этом участке дороги ДТП происходит постоянно. В 2016 году Федор вместе со своей женой переходил дорогу и их сбил молодой водитель. Жену как в бок дал, так она улетела на ту сторону. Ну все. Я думал, что вообще летальный исход. Ну все. Мне было пять переломов таза. Ну по кусочкам собирали. Семь месяцев отлежала больница. Пять операций перенесла. Но в ходе разбирательства Федор с женой пожалели водителя. Мол, молодой, вся жизнь впереди. Разошлись после компенсации в 200 тысяч рублей. А в мэрии города нам пояснили про данный участок дороги с обратной стороны. На улице Кутузова в районе зданий номер 80 и 78 в текущем году выполнены работы по нанесению дорожной разметки. В 2020 году дорожные знаки «Пешеходный переход» заменены на знаки с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, имеющие повышенную световозвращающую способность. Учитывая, что по итогам аварийности за 9 месяцев текущего года указанный участок улицы Кутузова не является потенциальным или сформировавшимся местом концентрации ДТП, на 2022 год запланированы работы по устройству искусственных дорожных неровностей и замене светильников наружного освещения. Однако в том, что этот участок опасный, мы убедили сами. Как и в том, что попасть под колеса здесь, к сожалению, довольно просто. Пропускать пешеходов здесь не торопятся. И почему на каких-то участках ставят светофоры, а на каких-то нет? Оказывается, все дело в статистике. Местом концентрации ДТП является тот участок дороги. Если на нем в течение года произошло 3 дорожно-транспортных происшествия одного вида, либо 5 дорожно-транспортных происшествий разных видов, тогда он становится аварийным. Берется на особый контроль, принимаются меры различные, рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города. Либо устанавливают знаки какие-то, меняют, либо светофор принимают меры. Жители Кутузова перефразировали, если бы за год здесь задавили насмерть троих, то светофоры бы установили. С каждым годом в Варнауле растет число машин. Движение ускоряется. Но устанавливают светофоры, искусственные неровности, знаки пешеходного перехода, которые в темное время суток нужно бы подсвечивать, за этим не успевают. И для примера мы вам расскажем про еще один пешеходный переход, который находится между улиц Молодежной и Строителей. Здесь в темное время суток водители машин не видят, либо специально игнорируют знаки пешеходного перехода. Одна ситуация произошла со мной. Пару дней назад, уже в темное время суток, я возвращался домой и остановился перед этим пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка. Но встречный поток автомобиль почему-то этого делать не собирался. И после минуты, минуты, когда ребенок уже не знал, что делать, мне пришлось выйти из машины, взять его за руку и уже так в наглую пройти по пешеходному переходу, чтобы перевести ребенка на другую сторону. И только тогда водители встречных машин остановились. По итогам анализа опасных участков, за год в Барнауле появилось 4 светофора на новых участках. Пятым будет перекресток Шумакова-Северный-Власихинский. Но сколько таких аварийных участков в городе. И жаль, когда чья-то травма или смерть – все еще недостаточный аргумент для повышения безопасности на дорогах. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Важные события для культурной сферы края. Театр драмы имени Василия Шикшина сегодня отмечает вековой юбилей. Праздновать столетия артисты будут на сцене, за работой, в окружении зрителей. А мы встретились с ними накануне. Как менялся театр, каким его помнит старшее поколение актеров. И кто трудится за пределами его сцены сейчас в сюжете Софии Яценко. Чтобы у каждого актера был свой костюм, чтобы тогда вот такое праздничное мероприятие, они могли выйти вот такими нарядными. Для зрителя театр начинается с вешалки, а для артиста – с образа. Ольга – костюмер. Каждый ее день – это подготовка нарядов для актеров. Бывает, что только к одному спектаклю приходится готовиться несколько дней. Но и в те дни, когда на сцене тихо, работы хватает. День спектакля мы готовим, спектакля разносим подремонтом. Там спектакль провели, переодели кого надо, собрали все потом. Ну, а в такие дни, когда нет спектакля, ну, ремонтами занимаемся. Так как там что-то постирать, что-то пришить, зашить, ремонтировать. Не только костюмы, вот обувь еще у нас, головные уборы – это тоже наша работа. Мариана пришла в драму 10 лет назад, когда еще была студенткой. С тех пор создает для спектакля декорации и расписывает костюмы. Говорит, к столетию театра сотворила одну из самых сложных и объемных своих работ. Декорации очень большие, объемы очень разные. И помимо вот этих вот, которые декорации на сцене стоят, еще бывает, добавляется роспись костюмов, тканей. То есть не всегда можно найти ту ткань, которую требуют художники. И тут уже опять приходят к нам, и мы уже расписываем эту ткань. За время жизни театра многое поменялось – режиссеры, актеры и сам репертуар. Сейчас здесь все по-современному, но есть те, кто помнит драму другим. Вадим Трифонович вспоминает свой первый день в театре с особым трепетом. Кстати, в этом году актер отмечает сразу два юбилея, второй из которых – 45 лет работы в театре. На улице было очень-очень холодно, и тут было очень уютно. На сцене было прекрасно тепло, и оно его согревало. Вот первый спектакль, который я видел, они, может быть, сегодня и не будут смотреться. Это «Корнелия» или «Лето красное». Но по тем временам это было все очень-очень мило. Перемены замечает и молодое поколение артистов. Для Екатерины это только третий сезон, но даже за это время театр успел измениться. Жизнь бурлит, все меняется, что-то происходит, это очень важно. И театр становится каким-то современным, ищет какой-то новый язык, способ существования актерского. Актер должен уметь все, становится более универсальным. И это и сложность для нас, для артистов, но и очень такая интересная творческая задача, с которой нам необходимо справляться. В праздничный спектакль к юбилею театра драмы артисты ждут с волнением и желают своему второму дому лишь процветания. Процветания и новых, больших успехов, хороших спектаклей, побольше новых имен, побольше молодежи. В основном пожелания молодежи, чтобы она хорошо развивалась, много играла. Желаю театру драмы в эти сто лет развиваться, не останавливаться, не стоять на месте, быть во времени, слышать это время, как оно сейчас откликается в нас, в театре. И долгих лет жизни хороших артистов, хороших зрителей и любви. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok